Новый год – это праздник с запахом елки, нарядными игрушками, фейерверками и, конечно же, праздничной иллюминацией. Но не стоит забывать, что это еще и время повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций. В среду специалисты Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной инспекции техногенной безопасности Украины в Одесской области провели семинар-совещание на тему пожарная безопасность при подготовке и проведении новогодних праздников в детских учебных заведениях, на которые были приглашены директора школ, дошкольных и внешкольных учреждений города, руководства и лица, ответственные за пожарную безопасность, учреждения системы городского отдела образования школ. Им были донесены основные требования правил пожарной безопасности при праздновании новогодних праздников. Также были наведены резонансные случаи, которые могли или случились в нашей истории, чтобы этого всего не повторялось, и они всегда знали, как действуют случаи возникновения чрезвычайной ситуации. Общеизвестных правил пожарной безопасности, как показывает статистика, придерживаются далеко не все. По состоянию на 31-10-11 рост пожаров превысил по сравнению с прошлым годом на 31%. Травмировано два ребенка. По сравнению с прошлым годом у нас травмировался только один ребенок. Первый случай – это было празднование дня рождения ребенка, и в торт поставили ему бенгальские огни. Он начал трогать руками эти бенгальские огни, и в результате получил ожоги рук. Второй случай – это когда родители разжигали костер, не досмотрели за ребенком, он бросил баллончик под давление, баллончик, естественно, взорвался, пламя перебросилось на одежду ребенка, и в результате он получил ожоги, и попал в ожоговый центр города Одесса. То есть, естественно, если родители знали, предупреждали детей, проводили какие-то профилактические работы с детьми, то такого могло и не случиться. Знание детьми правил пожарной безопасности, а также выполнение этих правил взрослыми, особенно при проведении массовых детских мероприятий – это залог того, чтобы новогодние праздники в нашем городе прошли без происшествий.